Всем привет, друзья! С вами Константин Кириленко, вы на канале Твой Бас, и сегодня мы поговорим о мёртвых нотах. Мёртвая нота — это нота, сыгранная на приглушенных струнах. Эта нота не имеет конкретной звуковысотности и является перкуссионным элементом. Основная задача мёртвой ноты — это придать басовой партии больше ритма, а также сделать игру более насыщенной и интересной. Сейчас я покажу, как извлекать мёртвые ноты. Вы кладёте пальцы левой руки на струны, но не прижимаете их, просто касаетесь. И правой рукой, как обычно, извлекаете звук. Получаем такой щелчок. Это и есть мёртвая нота. Очень важный момент — это касаться струн не одним пальцем, а хотя бы двумя, так как в некоторых частях грифа у нас есть флажолеты, и если вы коснётесь этого места, то получим флажолет. Вот так вот. А это здесь не нужно, то есть мёртвая нота у нас не флажолет. Поэтому очень важно ещё глушить дополнительно пальцы. Например, если мы зажали здесь, то если я положу ещё один палец, флажолета уже не будет. За этим обязательно нужно следить. Также ещё один важный момент — это само звукоизвлечение в правой руке. Оно должно быть достаточно сильным, так как мёртвая нота у нас может потеряться среди обычных нот. То есть мёртвую ноту желательно играть чуть-чуть сильнее, чем обычную. Для начала вы можете проиграть такое простое упражнение, играя сначала обычную ноту, затем мёртвую. И по две ноты можно проиграть это. Вот. Также вы можете придумать различные комбинации мёртвых и обычных нот. Сейчас, для примера, я продемонстрирую кусочек басовой партии из композиции Жака Пасториуса «Come on, come on over». Это отличный пример того, как могут быть использованы мёртвые ноты. Вот. Я советую вам послушать эту композицию полностью. В описании к видео я прикреплю ссылку на эту песню. Вот. Сейчас я проиграю эту партию с барабанами, и вы послушайте, как она звучит. Теперь разберём саму партию. Здесь всё играется в одной позиции. Это упрощает задачу. Начинается всё с ноты ре. Пятый лад третьей струны. Начинаем мы играть это вторым пальцем. Играем ноту ре один раз. Далее у нас будет нота ля на второй струне, седьмой лад. Её мы играем мизинцем. Её мы играем два раза. Затем нота до. Пятый лад первой струны, вторым пальцем. И возвращаемся на ноту ля. Далее нота си, четвёртый лад первой струны. И играется она первым пальцем. Играется она тоже два раза. И далее после ноты си, мы возвращаемся опять на ноту ля. Да, сыграем этот кусочек медленно. И вот после этой ноты ля идут две мёртвые ноты. Я их играю сначала по второй струне, затем по третьей. Потому что дальше у нас партия будет играться на четвёртой струне пятый лад, нота ля опять. Только на октаву ниже, да? И вот, чтобы подойти к этой четвёртой струне, очень удобно будет сыграть приёмом рейк эти мёртвые ноты. После этого мы играем ноту ля на четвёртой струне пятый лад. И делаем хаммер он на ноту си, мизинцем. Дальше после ноты си мы играем мёртвую ноту на третьей струне. И делаем, и играем две ноты до диез с первым пальцем. И далее делаем хаммер он на ноту ре. Это первый такт. Сейчас я его сыграю медленно. Далее разберём сейчас второй такт. Начинается он с хаммерона на ноте ре. И после него играется нота ре на октаву выше. Седьмой лад первой струны. После этой ноты ре у нас играется мёртвая нота. Я её играю также по первой струне. Дальше у нас идёт нота фа диез и си. Фа диез играется на четвёртом ладу второй струны. Нота си играется на четвёртом ладу первой струны. Это играется всё первым пальцем. Дальше идут две мёртвые ноты. Я их играю по второй струне. И дальше идёт нота ля. И такое же окончание, как и в первом такте. Нота ля, затем две мёртвые ноты. Опять нота ля на октаву ниже пятый лад четвёртой струны. Хаммерон на си. Мёртвая нота по третьей струне и два раза до диез. И опять хаммерон на ре. И всё это повторяется. Сейчас я сыграю партию целиком, медленно. Это кусочек из композиции Come On Over. Сегодня мы немножко познакомились с мёртвыми нотами. Это очень клёвая фишка, которую вы можете использовать в своих басовых партиях. Ну а на сегодня это всё, друзья. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и оставлять комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok